Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов. И в этом выпуске мы с вами узнаем, что можно купить в России на 10 тысяч рублей. На одном из предновогодних стримов подписчик скинул эту десятку с подписью «Саныч, сделай закупку в азбуке вкуса». Ну что, погнали в магазин! Так, надо яблочек каких-нибудь, да, ребят, взять? Опа! И здесь акция 318, это 268. Red Delicious. Возьмем. Четыре яблочка хватит, да? Да, они такие здоровые. Наверное, и три хватит. Да, три. Так, кило 30. 276 рублей 4 копейки. Ну, нормально, нормально. Ну, бананчиков надо взять. Так, 200... Не, это дорого. Вот, 244 рубля. Сколько здесь? 820 грамм, да? Возьмем. А такие большие почем у нас? 127. Нет, мы, мы, мы помаленько. Гранат еще один взять. По чем тут гранаты? 248, да? Вот этот. 159 рублей 22 копейки. Угу. Гранат. Ну, две игрушки возьмем, вот. 108 рублей. Хоть мы и жируем, но дорого. По овощам надо что-то. Бакинские помидоры. 398 стоили, сегодня 258. Ну, прям, ребят, мне везет на акции. Они очень вкусно так. Так вкусно пахнут. Ну, тоже надо повыбирать, да? Поэтому акция, наверное. 600 грамм бакинских помидорчиков. 154 рубля 80 копеек. Не знаю, дорого это или дешево. Давайте сразу по огурчикам. Короткоплоды. Сколько? 258 рублей, ребят. Вот эти 698, это уже не про наши цены. Вот этих возьмем. Руккола. 248 рублей, да, возьмем. Как она себя чувствует тут вообще? Хлеб надо взять. 127 рублей, да? Берем 127. Есть за 95, есть за 187. Но мне что-то от шеф-пекаря. Вот этот, 6 злаков, 127 рублей. Да медок какой-нибудь. О, сотами есть мед. Ем мед гречичный. 499. Давайте, крем-мед гречичный. Чаек надо взять пакетированный, с Карабекина попросил. Зеленый, 430. Блин, у нас есть китайский зеленый чай, она хочет пакетированный. Шри-Ланка. О, манго, киви. Все, берем 269 рублей. Карабекина попросила шоколадку еще взять какую-нибудь. Вот, 99% какао. Хотя... Так, какую мы в обычной жизни никогда себе не возьмем? Вот эту, наверное, швейцарскую. Вот такая, 329. Швейцарский премиум шоколад. Риска надо взять, да? Ну, это что-то недорогое, 127 рублей. Но надо в пакетиках. Вот. Басматти. 233 рубля. Его возьмем, да? Блин, ну 233 рубля, ребят. За 4 пакетика по 100 грамм, 400 грамм риса. Можно с ума сойти. 233 рубля. Берем. Макарошки надо взять. Я так понимаю, здесь самые недорогие макарошки начинаются. 184 рубля, 146. Ну, смотри, батя какой-то на лицо. По 86 рублей. Букатти. Итальянские. И недорого, кстати. Недорого относительно азбуки вкуса, я имел в виду, ребят. Надо что-то, прям что в обычной жизни я себе позволить никогда не смогу. Вот. За 410 рублей. 500 грамм. Спагетто китарра. Ребятки, напишите в комментариях, кто знает, что такое спагетто китарра. Это реально итальянский? А, неаполитанский продукт. Все, берем 410 вот таких спагетти. Ё-моё, это насколько здесь уже все выходит. Нет, ребят, давайте все-таки вот эти спагетти уберем. Спагетти. Лучше вот наши привычные макарошки. 410 они стоят. Тоже неаполитанский продукт. Кто был в Неаполе? Вы все знаете эту фирму, нормальная? 410 рублей за полкилограмма макарошек. Это да. Сырка что-нибудь взять? Какого-нибудь, да, ребятки? О, камамбер. Посмотрите, в какой упаковке. 998 рублей. Виталия. Камамбер. А камамбер, он с плесенью, да? Да, камамбер с плесенью, а это вот с запахом. С запахом, да, вот этот? Говорят, вкуса. А эти без запаха, да? Без запаха вот эти, вот бред. Бред, да? Ну это наш российский, ну нормально его делают? Ну ладно, попробуем. Вот черная корова хорошая, которую я попробовала лично. Так, не, вот такой вот, подешевле возьму. Попробуем? Да, надо еще твердого. Давайте что-нибудь импортное. Швейцарский. Никогда в жизни настоящий швейцарский сыр не пробовал. Швейцарский. 399 рублей за 200 грамм. И тем более советуют попробовать. Чеддер, да? Сука какого-нибудь взять. Ребят. Да-да-да-да-да-да-да. Так, 160, 190 рублей, 190, 172. Вот, сок. 698 рублей. Друзья, ну один раз живем. Можно аж кайфануть. Тем более алкоголь я не употребляю. Сок. Красный виноград, 1 литр, бутылка, Франция. А это что у нас? Винный, а, винный персик. Нет, давайте вот этот. Из красного винограда. Он безалкогольный, надеюсь, сок? 700 рублей за литр сока, ребят. Ну один раз живем. Попробуем. Сейчас по йогуртам возьмем, ребят. Ну, хочу вам сказать, ну что, богатый магазин, не для богатых магазин, везде есть сода пищевая. 37 рублей. Вот она, знаменитая упаковка, знакомая всем с детства. Она в любом магазине, пусть то дикси, пусть то для богачей азбука вкуса. Какой бы йогурт взять? Ну, активы-то мы всегда сможем попробовать в Ашане. Вот есть вот такой за 97 рублей. О, с фейхуевиной. А, нет, это не фейхуа, ребят. Как это ягода называется? Крыжовник. У меня рука не поднимается, купить его не могу. Вот, за 71 рубль. С малиной. Три штучки возьмем. Обратите внимание, йогурт я вот только сейчас заметил. 314 рублей. Ну, давайте один возьмем. Нет, я не смогу. Хотя хочет. Нет, это все обман. Вот, вот это вот, ну, это еще нормальная вроде бы как цена. И то я не уверен. Колбаску надо взять. Это с инжиром, с каким-то... Блин, а упаковка похожа, вот как в Испании. Колбаса один в один. А испанскую колбасу, чего в России нельзя продавать? Фуэт экстра. 319 рублей. Ребятки, в общем, скинул с Коробейкиной предварительный итог закупки. Че такое? А че это, подожди, это сок или это вино? Это сок. Мы же алкоголь не употребляем, это сок. А че оно как вино? Ну так, из Франции. Из Фром Франции, в стекле. Что? Да дорого, я говорю, может выложить. Давай не будем выкладывать. Зачем выкладывать, ты че? 700 рублей, это очень дорого. Ну, не 700, 698. Ну, почти 700. Давай. Походу, ребят, хамон, это просто марка, наверное, такая в Испании. Я в этом не силен. Ну, вот этот, за 398 возьмем. Берем вот это, за 398 рублей, 70 грамм. Скоробейкина говорит, ей надо, ребят, кофе утром добавлять что-нибудь. Вот, этот с Таиланда, кстати. 258. Малоземов сказал, лучше брать миндальное. А че написано, что Испания? Испания. А код 46. Такое вообще бывает? Нет, не, ребят, это что-то меня не впечатлило. Тут масло подсолнечное, зачем-то добавили. Вот, возьмем вот это, и все, 258 рублей. У оливкового масла я полный профан, хоть и на Кипре месяц прожил. Что-то там говорили с кислотностью. Надо смотреть. Италия, вот это я тоже, 1400. Масло оливковое, касса, терра, 1000, 1500. Потому что оно нормальное. А где лучше оливковое масло в Испании или в Италии, ребят? А, вот кислотность. Ладно, гулять так гулять. 200 рублей разница, возьмем вот это вот, в золоте. Полтораха, ребят, ну, это ужас. Корчички возьмем. Ну, дядь Ваня, 40 рублей. Либо вот, 234. В жизни такой горчительный, когда я не попробовал. Ну, возьмем, да, ее? 234 рубля. Ну, немножко вырезки взял, охлажденной. 436 рублей, 21 копейка, ребят. Кило 96. Ну, вот хочется все-таки каких-нибудь снеков под фильмы. Хотя их можно сделать за, а вот, из сыра. 152 рубля. Попробуем, что это такое. Боржоми надо взять за 89 рублей. Сейчас я ее сейчас разопью. Ведь уже хочется. Вот чего я точно в обычной жизни не попробую. Голубика 300 грамм. 628 рублей. Блюбари, да, это вроде называется? Вот чего зимой не хватает. Клубнички. 268 рублей, 250 грамм. Раз. И малина. Малина свежая, ребят. Зимой свежая малина. Вы себе можете это представить? Возьмем. Пришел взять овсянку, самую дорогую в мире. Но посмотрел. Вот есть какая-то в Великобритании. 345 рублей овсянка. А вот есть полба. По-старорусски. Так как я даже не слышал такую крупу. 250 грамм, 162 рубля, полба. Ребят, что такое полба? Возьмем. Ладно, ребят. Все-таки возьму самую дорогую овсянку в своей жизни. Никогда этого не повторять. 345 рублей за 750 грамм. Вы слышали? Ну что, друзья, пришли мы домой. Вот таких вот 3 пакетика получилось. Которые я смог унести спокойно в двух руках. Макарошки. Начнем с макарошек. Скорбей. Макарошки. Знаешь, сколько стоят? 410 рублей. В том числе НДС. 10% 37,27. Это уже включено, да, значит? Да. Всегда включено. Идет каша. Полба. Знаешь такую кашу? Слышала. Слышала? Вот, клубничка. На завтрак. Клубничка. Смотри, как красиво выглядит. Красиво. Даже не снимаю. Как думаешь, откуда она? Откуда? С Египта. С Египта. Там растет хоть вкусно. Да? Вкусно. Вкусно. Ну вот типа хамона что-то. Итальянская тема. Получилось у нас. Потом вот сыр вот этот. Бри. Бри. Но это российский. Да. Наш тоже научились. Наши научились. Вот. Посмотри, какой сырок. Чеддер. Тоже будем есть. Вот это Швейцария прям настоящая. Нельзя же выбрать. Все можно. Там какие-то другие. А йогурт? Да, йогурт. Йогурт я вот сейчас помню. 71 рубль стоил. А ты видел, я тебе скриншот присылал йогурт? 300 рублей. Я думал, ты такие. Нет, я такие не стал. Ну куда? 303 йогурта 900 рублей. Это что вообще ужасно. Даже на 900 они там 340 что ли стоили. Это что? 1.000 рублей. Вот я про что говорил, да? Типа. Да. Ну это не итальянское. Мы покупали. Помнишь Фуэта, кстати? Да, 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 да. А я думал, это итальянское. Это наши уже делают. Ну мясо вот взял. Ну мясо, кстати, нормально стоит. 398 за килограмм. Почти как йогурт. Да, кстати. Вот. Голубика. 600 с чем-то рублей. Голубичка стоит. Боржоми я купил, но я ее выпил. Потому что пить хотел по дороге. Кукула, если честно, мне тоже не очень понравилась. Она что-то там много это. Ну какая-то да. Все, первый пакет готов. Второй пакет. Чай как-то заказывал какой-нибудь зелененький. Ну что, поехали дальше. Малинка. Вот. Ну, малинка тоже хорошо выглядит. Довольно-таки. Помидоры бакинские. 154 рубля. Хлебушек по 128. Да, я сейчас помню, он стоит. Этот гранат. Гранат не тут есть. 152. Гранат. Корчица. Яблоки вот эти вот. Ну, это типа вашингтонских какой-то. Яблоки. Red Delicious. Ребят, откуда они эти Red Delicious? Кто знает. Груша. Груша. Ну, груши аж вскрылись. Блин, помидоры подмялись немножко. Нет, не пострадали. Ну, и последний пакет. Тут тяжелый он из-за банок вот этих бутылок. Кокосовое молоко. Кокосовое молоко. Бананы. Мини. 244 рубля. Вот эти чипсы из сыра. Ни разу такие не видел. Мед. Крем-мед. Гречичный, натуральный. Состав что у нас? Мед натуральный, гречичный. А, да, просто перемешанный. Хорошечно. Вот она, ребят, овсянка. Мега дорогая. Овсяночка. Рис. Тоже не из дешевых. Шоколад швейцарский. 300 с чем-то он. Сколько стоило, я уже не помню. 300 с чем-то. Вот. Вот это вот полтораха, да? Оливковое масло. И вот они как положили. Ну, упаковывают, конечно, хорошо. Сервис мне понравился. Но слишком навязчивый сервис. Я говорю, ладно, ничего не надо. Они все равно. Что вам еще помочь? Если что, обращайтесь. Ну, чересчур. Так. Окей. И все. Это все. Ребят, вот это все на 10 тысяч рублей. Ну, мне кажется, мне кажется, я не знаю, кто в Испании живет, либо часто путешествовал в Испанию. В Испании вот такое масло сильно дорогое? Возможно, эти продукты переоценены, переоценены сильно. Типа в Испании это такое среднее, а у нас выдают как за супердорогое премиум. Давайте еще раз пройдем по стоимости. Вот смотрите, продукт сыровяленый. Ну, это типа хамончика. Триста девяносто восемь рублей. Риско свиная охлажденная. Четыреста тридцать шесть рублей двадцать одна копейка. Вон она. Гранат сладкий. Сто пятьдесят девять рублей двадцать две копейки. Чай зеленый. Двести шестьдесят девять рублей. Это скорбейкинский чай. Сыр мягкий. Бри. Сто девяносто пять рублей. Пакет майка. Пятнадцать рублей один пакет. А, пять. Я говорю, пакеты же бесплатно. Были в Азбуке Вкуса. Я же делал закупку этот. Романтический бомж ужин с Азбуки Вкуса. Они говорят, нет, все, пакеты платные. Я говорю, ну платные так платные. Сыр чеддер. Триста девяносто девять рублей. Четыре сотки, ребят, за сыр. Это чеддер. Вот, двести грамм. Четыре сотки за двести грамм. Ну, это что-то мульти дорого. Крем-мед. Триста сорок пять рублей. Горчица. Двести тридцать четыре рубля. Малина свежая. Триста девяносто восемь рублей. Напиток из кокосового молока. Двести семьдесят один рубль. Вот этот, да. Хлопья. Триста сорок пять рублей. Овсяночка. Семьсот пятьдесят грамм. За триста сорок пять рублей не желаете. Каша. Лук моря. Полба. По-старорусски. Сто шестьдесят два рубля. Вон она каша. Сок красный. Красный виноград. Шестьсот девяносто восемь рублей. Вот этот сок в стекле французский. Попробуем, как он на вкус. Голубика. Шестьсот двадцать восемь рублей. За такой вот маленький стаканчик, ребят, триста грамм. Это нереально что-то. Клубника свежая. Двестисот двадцать восемь рублей. Масло оливковое. Стол. А, масло оливковое. Вот оно. Вот это вот масло оливковое. Тысяча четыреста девяносто восемь рублей. Он говорит, что полтораха. Огурцы короткоплоды. Двести пятьдесят восемь рублей. Вон эти огурцы. Салат рукола. Двести сорок восемь рублей. Йогурты. По семьдесят один рубль. Двадцать копеек. Двести тринадцать рублей. Шестьдесят копеек. Йогурты. Макароны. Четыреста десять рублей. вот они наши макармака макарошки 410 рублей за полкилограмма снэки 152 рубля снэки это вот сырные вот эти штуки шоколад 329 рублей шоколад швейцарский рис ризотто 233 рубля вода минеральная баржоми 8990 она стоит груши южноафриканский 108 рублей 47 копеек колбаса фуэт 319 рублей бананы мини 244 рубля мидоры бакинские 154 рубля мы уже сказали яблоки reddelicious 276 рублей вот они яблоки и все все сумма покупки 9841 рубль 159 рублей не осталось просто просто азбука ценники нереальны серьезно ну да сервис хорошие а ценники нереальные некоторые продукты завышены очень сильно завышены хотя не знаю может у кого деньги есть для тех нормально нет на 10000 рублей можно вообще просто даже в другом магазине на 10000 рублей не покупая самая-самая дешманская такие тоже средний нормальный там продукты можно неплохо закупиться я думаю ребятки до пишите в комментариях как думаете дорого вообще это или нет за что за литр сока 7 соток вино наверно дешевле да стоит ну что друзья вы сами все видели своими глазами вот это мы купили на 10000 рублей до некоторые продукты там вот как это масло за полтора ху я не знаю если кто живет может быть в испании либо путешествует скажите честно в испании она реально такое дорогое мне кажется но в испании может стоит там два евро может быть такой скорбейкина да да напишите друзья сколько стоит это масло если кто знает если есть кто по францию путешествует реально ли этот сок такой дорогой 800 рублей за сок скорбейкина сама мне аж когда я скинул по ватсапу начала звонить говорит саныч срочно отмена сока не нужен нам такой сок но все-таки попробуем я думаю следующие некоторые видео я запишу сравнение возьму виноградный сок самый дешманский от компании каждый день и сравним вот с этим соком допустим вот как то так все ребят подписываемся на канал ставим пальцы вверх с вами был сан саныч богомолов и мой бессменный оператор скорбейкина всем пока пока и пишите идеи новых видео спасибо тебе друг что досмотрел это видео до конца специально для тебя палю тему сейчас на канале проходит конкурс на 30 тысяч рублей все очень просто подписаться вот на этот канал а условия конкурса ты найдешь вот в этом видео дерзай это видео до конца